Мастер и Маргарита Эта цивилизация исчезла неожиданно быстро, оставив после себя загадочные пирамиды, уникальную письменность и настоящие мегаполисы среди джунглей Центральной Америки. Историки до сих пор спорят, что произошло с этой цивилизацией. Погибла она в результате перенаселения, природных или экологических катастроф. Загадки мои. У меня сегодня в гостях археолог Валерий Гуляев и историк Дмитрий Беляев. Здравствуйте, господа. Дмитрий Беляев. Заместитель декана исторического факультета Российского государственного гуманитарного университета. Кандидат исторических наук. Проходил стажировку в университете Юкатан, Мексика. Действительный член Европейской ассоциации майонистов. Автор более 25 книг и публикаций. Валерий Гуляев. Заместитель директора института археологии Российской академии наук. Доктор исторических наук, профессор. Участник археологических экспедиций в Мексике, Ираке и Накубе. Автор книг и публикаций в том числе «Скифы. Расцвет и падение великого государства» и «Загадки погибших цивилизаций». Насколько вообще сильно экологические катастрофы влияли на это? На цивилизацию майонистов и другие цивилизации. Нужно, наверное, начать не с майонистов. А вот сама постановка вопроса влияния природных катастроф на развитие человеческой цивилизации. Ведь все у нас в конечном счете восходит к Атлантиде, к Платону. И вот этой самой глобальной, как считают многие, особенно дилетанты и любители, катастрофе, которая накрыла якобы все мировое пространство. Ну, вселенский потоп еще наносит. Ну, и потоп, и цунами, и свержение, и взрыв острова Санкт-Нарин, Терры. Но, в конечном счете, наука разобралась. Хотя науку всегда обвиняли, что она скрывает факты о действительных событиях. Сейчас, благодаря комплексным исследованиям, вот в районе Средиземного моря, установлены все параметры. Это чудовищное было извержение типа Каркатау, даже мощнее в три раза. А потом вода ворвалась в эту кальдеру, произошел гигантский взрыв, цунами, который перехлестывал почти через всю восточную часть Крита. Станитровая. А поскольку это была морская цивилизация, у них был мощнейший флот и торговый, и военный, то, естественно, что все эти припортовые территории и все эти корабли накрыло волной и находили там следы этих морепродуктов на высоте 20-30 метров там в центре. Вот, это правда. Была погублена одна из блестящих цивилизаций второго тысячелетия до нашей эры, Минойская. Вот. И это открыло простор для того, чтобы с материка пришли менее развитые меккенцы и завоевали, так сказать, подорванную культуру, подорванное государство и так далее. Но появилось много любителей, желающих доказать, что ссылаясь, кстати, на мифы, предания народов всех континентов. Что это событие, вот 10 тысяч лет назад, примерно, произошло везде. И оно нашло отражение именно вот в этих самых преданиях и мифах всех народов мира. Ну, и когда 10 тысяч лет, это, в общем-то, практически мезолит, это время, когда еще люди не могли выращивать полезные растения, еще скот был, только первые опыты одомашнивался, вот, козы и овцы, то вообще возникает вопрос, а каким образом вот эти высокие культуры, которые Платон описывает, и все эти вот любители приписывают существовавшим тогда обществом человеческим, каким образом? Ну, и ответ только один. Ведь наука дает представление, что вот такая-то культура, такой-то уровень, каменные, костяные орудия и все. А здесь вот такая вот гипотеза. И тогда придумано было вот то, что атланты или там другие носители этой высокой культуры, они такими техническими знаниями обладали, что современным даже народам и не снилось. И дальше вот появлялись всевозможные измышления по поводу Майя. По поводу Майя одна из гипотез, что вообще классическая культура, это первая течение нашей эры, погибла как раз вот от такого. То же самое про ацтеков говорили. И у них действительно в преданиях рассказывается, что огненный дождь с неба, море вдруг, так сказать, нахлынуло на землю, все уничтожило. Земля тряслась, как в лихорадке. Вот. И, естественно, если мы посмотрим на территорию Центральной Америки, то от юга США и до Колумбии идет, как хребтина всех этих, и центральной, и начала Южной Америки, цепь вулканов, действующих и уже потухших. И там эти явления... Да по сей день. Они вот и по сей день. И в 96-м году Мехико тряхануло здорово, были жертвы. Вот. И поэтому и современная наука фиксирует эту вулканическую активность и ее влияние и на природу, и на людей. И что-то сохранилось от древности. Вот мы, думаю, сейчас с Димой к Майе и перейдем. Такого катастрофического представления о том, что мировые эпохи сменяются вот такими катастрофами, у Майи нет. Да, Попа Львов там описывает отдельные, как там деревянных людей, вот эти все явления. Да, это как раз, по-видимому, влияние астекское позднее. Потому что у Майя вот непосредственно в эпоху расцветов классической цивилизации ничего такого нет. Мировые эпохи действительно сменяются, определенные календарные циклы сменяются, но никаких катастроф не происходит в этом смысле. Так что это вот тоже такая мифология. А когда говорят о катастрофизме Майя, почему-то сразу вспоминают эти пять эпох астекских, которые к Майе никакого отношения не имеют. А астеки их не позаимствовали, часом? Ну, они много что позаимствовали. Они же дикий народ. Пришли в 13 веке в Центральную Мексику. До них цивилизация Теотиоакана там была. Не могли позаимствовать у Майи. Они заимствовали, конечно, своих предшественников у Теотиоакана, астеков. Но не у Майя, потому что весь этот цикл, эти пять солнц, это всё строится на 52-летнем цикле. А для Майя классических, самыми важными были как раз циклы, кратные 20. И все циклические эры, как мы их называем, или эпохи, мы их назовём. Майяские, они все связаны с этими 20-летними. И там 20 лет, ну 400 лет условно. Ну да, но у них календарь тоже весьма специфический и коренным образом отличаются от ныне действующего, там, мирового. Там, если мне память не изменяет, у них было 200 дней в календаре. 260 цикл, лунный календарь. И 360 солнечных. Но он не лунный, до сих пор непонятно, какой он всё-таки. Культовый, ритуальный календарь. И 20 печатей. Да, и плюс, они частично совпадают, вот, в некоторые циклы. И самое главное, у них вот длинный счёт, так называемый, он идёт от какой-то странной даты, 3113 год до нашей эры. Ну, как у нас рождение Христа открывает там и прочее. И он фиксирует день, неделю, месяц, год, прошедший вот со времени этой вот даты. Поэтому вот у них календарь какой. А какая-то отправная точка, почему 3113? Никто не знает. Это чисто искусственная была, видимо, конструкция, связанная с расчётом, наверное, уже астрономических событий. Потому что в последнее время всё больше исследователи склоняются к тому, что вот этот 260-дневный ритуальный календарь, который, он именно ритуальный, он не предназначен для счёта реального времени. Он предназначен для определения того, как приносить жертву правильно, когда люди рождаются, потому что вот календарные имена мезоамериканские связаны с этим календарём. Что он связан с расчётами затмений, вот астрономическими вещами. Якобы судьба человека представлена по этому календарю. Меня всегда занимал вопрос, а как они вот между двух календарей умудрялись жить вот между 360 и 260? Ну, они совпадают, потому что, каким образом это делается? Значит, 260-дневный календарь, он состоит из 20-дневный месяц, базовая единица. И 13. Да, и 13, то, что мы называем, нет, то, что называется там 13-дневной недели иногда, да, цикл, такой цикл из 13 дней. И вот название дня, там, начиная от имиджа, заканчивая хаоса, впадает с одним из чисел, от 1 до 13. Но, естественно, 360, ну, приблизительный такой, да, солнечный год, он тоже, в общем, делится на 18 месяцев по 20 дней. Поэтому в итоге мы получаем, когда какой-то день надо обозначить, это, значит, число вот этого 13-дневного цикла, имя дня в священном этом месяце, и число месяца, значит, вот, который мы имеем, там, к примеру, там, 13 Ахау, 18 Муан, это у нас, значит, 13-дневный цикл, день Ахау, и 18-е число месяца Муан. Вот и всё, всё очень чётко и ясно. И это вот даёт 52-летний цикл, который по всей Мезоамерике используется, и который для ацтеков и для всех, кто жил в Центральной Мексике, был самым важным. На нём они строили свои катастрофические все пророчества, а для май он был, ну, не настолько важен, потому что он сохранялся как базовый, но всё равно майя в основном использовали другие. Ацтеки – наиболее крупная индейская народность Мексики. В 12-м веке ацтеки, пришедшие с севера, вторглись в долину Мехико и обосновались в ней. В 14-м веке они основали поселение Теначтетлан, современный город Мехико. В 1427 году ацтеки подчинили себе население всей долины, а затем и Центральной Мексики. К 1521 году государство ацтеков было завоёвано и прекратило своё существование. Думаю, что мы из этих хитросплетений календарных, как к теме больше нашей сегодняшней, надо несколько общих слов про майя сказать, про эту цивилизацию. Ну, во-первых, всю историю майя делят сейчас на три больших этапа. Это доклассический, это до появления цивилизации, когда ранние земледельческие культуры существовали, оседлые такие, значит, общины земледельческие. Потом классический период, это примерно первые века нашей эры, девятый век нашей эры. Это вот первый этап высочайшей цивилизации майя. И постклассический, когда после катастрофы и чужеземного завоевания, X-XVI век, это уже сильно мексиканизированная культура майя, сохранилась в ряде мест, особенно на полуострове Юкатан, и в отдельных местах на юге Центральной Америки, в Белизе, отдельные города и так далее. И очень интересно, что вся территория майя делится на три таких культурно-географических области. Северная, Центральная и Южная. Северная, вот это полуостров Юкатан, он как-то, так сказать, большой палец далеко, в Голубые воды Карибского моря выдается. Вот, и там в основном, вот, хотя и в классический период много центров, но вот роль Юкатана, она проявилась именно в постклассический период. Там и крупнейшие города Майяпан, Тулум, Чечен-Ца особенно, Майя-Тальтекская столица. А вот классическая цивилизация связана с Центральной областью. Это Южная Мексика, Северная Гватемала, ну и часто туда, не знаю почему, практически в горный район Гондураса с Капаном Киригуа относят. И, наконец, Южная область, это Тихоокеанское побережье Гватемал и горы. Это Гватемала, часть Сальвадора и так далее. Так вот, развитие первоначальное, вот, раннесмиледельских культур и вот истоки этих всех цивилизаций классических, они связаны как раз с горными районами, причем не только южными, но и на северо-западе, там, горы Чьяпаса. Оттуда тоже поток колзинционный шел, тем более, что там альмеки были до этого рядышком и прочее. И вот как раз мы сейчас подходим к моменту, что горная Гватемала, Сальвадор и прочие вот районы, Южной области Майя, они на раннем этапе играли очень важную роль, вот, какой-то давали мощный импульс для развития. И именно на этой территории, где так много вулканов, вот, археологи давно находили, вот, прослойки, пепла, пемзы, тефр, как ее называют и прочее. И очень рано встал вопрос, а как это влияло на развитие местных культур? И вот мы переходим к такому городу, Чальчуапа он называется, находится он в западном Сальвадоре. И этот город, можно сказать, протогород, ну, они сейчас американские там археологи работают, передатировали, раньше они считали, что это рубеж нашей эры примерно. Вот, сейчас они к третьему веку нашей эры относят. И это практически все признаки города, цивилизации присутствуют. Это каменная архитектура, планировка вокруг прямоугольных мощенных площадей, ступенчатые основания пирамидальные для храмов и дворцов, и особенно вот каменная скульптура, стелла-алтари и с сироглифическими надписями. Здесь надо сделать небольшое отступление и пояснить, что это за город, и что с ним произошло. Вот, ну вот мы сейчас подойдем к этому. Чальчуапа – это местное название, естественно, что мы не знаем точное название этого города. Вот, и где-то, вот, по старым датировкам на рубеже нашей эры, а по новым в третьем веке нашей эры, проснулся вулкан Илопанга. Он в 75 километрах от Чальчуапы находится. И было извержение мощное, и огромный слой белого пепла, он хорошо фиксируется вот в разрезах земляных, стал постепенно этот город как саваном окутывать. Что этот процесс был медленный, известно. Жители уж ушли из этого города. И дальше, поскольку вся окружающая территория примерно подсчитывают где-то несколько тысяч квадратных километров вокруг этого города и так далее. Вся растительность, все водоемы, то есть ни пить, ни выращивать культуры сельскохозяйственной было нельзя, и население ушло. Вот дальше начинается толкование по поводу того, что с ним было, с этим населением. 200 или 300 лет жизнь на этом месте не возрождалась. Действительно, Чальчуапа – это один из центров очень важных, где находятся ранние надписи, иерографические маяки. Когда его откопали? Оношли его еще в 30-е годы, но раскопки начались интенсивные в конце 60-х. Экспедиция Пенсильманского университета США. Сейчас тритома издана полностью. И в 30-70-е годы. И видно, что действительно это был очень важный центр. Он считал очень долго. Там первые следы витания еще на XI веке до нашей эры датируются. И уже с середины первого тысячелетия до нашей эры – это очень важный политический центр с монументальной архитектурой, с ранними памятниками скульптуры, и который контролировал существенную часть долины во внутрь. И торговые сети – обсидиан, нефрит. И примерно где-то в начале нашей эры датируются там находки первых памятников письменности. Ну, нельзя сказать, что это самая ранняя письменность майяцкая вообще. На Тихоокеанском поле же Гватемала более ранняя. Но она действительно… Там одна из стел, в которой изображен правитель, который сидит на троне, по-видимому, в такой типичной майяцкой позе. И перед ним вырезаны колонки иероглифов. Но видно, что эта письменность ранняя, потому что там иероглифы ещё идут в один столбик. Там тоже есть наскальный рельеф, там есть скальные такие выходы. И там вот на этих выходах были высечены фигуры, которые изображают тоже там знатных людей, каких-то сверхъестественных персонажей. Но это всё ранее датируется вот ещё первым тысячелетиям до нашей эры. То есть можно некий аналог с Помпеями провести. Везувий – действующий вулкан на юге Италии, примерно в 15 километрах от Неаполя. Один из трёх действующих вулканов Италии. Считается одним из наиболее опасных вулканов в мире. Известны более 80 значительных извержений, наиболее известный из которых произошло в 79 году, когда были уничтожены древнеримские города Помпея, Геркуланом и Стаби. Было описано древнеримскими авторами, в том числе Плинием-младшим, и долгое время считалось легендарным событием. Извержение долгое время считали, что оно сыграло очень важную роль для истории вообще всей Южной области Майя, что начались там этнические миграции, переселенцы, что часть из них переселилась на север, как раз в области уже равнинные, в центральную область Майя, и там принесли туда цивилизацию. Теперь мы знаем, что всё-таки не совсем так, что на самом деле в этой низменной зоне в центральной области одновременно с Чельчуапой тоже существовали свои уже высокоразвитые протогорода, и, возможно, даже первые государства. И у них своя была судьба, тоже про них мы, конечно, скажем. Вот это, да, вулканизм. Но это важный момент, что на 200-300 лет этот мощный центр на юге культуры Майя, он прекратил функционировать, и народ там появился через 300 лет примерно. Это вот действительно катастрофа, потому что другой случай, который мы видим, тоже в горной области, в горной Гватемале, с Каминальхую, вторым важнейшим, наряду с Чельчуапой, и, по-видимому, дружественным Чельчуапе, вот таким городским, протогородским, очень ранним центром важным, где тоже ранняя письменность майяская, там иная ситуация, там тоже экология, но там не вулканизм. Хотя, на самом деле, это долина Гватемалы, это рядом с нынешней столицей, это тоже вулканическая зона, но там мы следов землетрясения и особых не видим. Зато мы видим там ситуацию следующую. Каминальхую зародился вокруг озера, озера Мерафлорес, большое озеро, одно из тех озер, которые существуют вот в этих вулканических долинах Гватемале, и благодаря тому, что это было озеро, люди там жили с самого раннего периода, и с конца 80-х годов гватемальские археологи обнаружили там сеть каналов оросительных, которые из озера воду отводили на юг, на юго-восток, и на юг от основного города были вот очень масштабные поля, где, соответственно, выращивалась кукуруза, да, и все другие продукты, в результате чего город очень быстро рос, и к рубежу нашей эры он достиг там площади, наверное, в 5 квадратных километров. Это был один из крупнейших центров южной, значит, области Майя. А потом начинается усыхание озера, и мы видим, как, во-первых, они начинают бороться с этим усыханием, забрасывая старые каналы и делая новые, более глубокие, но ни к чему хорошему это не приводит, озеро все сокращается, 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 и в результате, вот, да, с сокращением этого уровня, с его высыханием, уже в первые века нашей эры мы видим кризис. Он, конечно, не такой город, не оставляется, безусловно, центр не оставляется, это не Чельчуапа, но, значит, видимо, население уменьшается, люди тоже начинают разбегаться, даже не знаю, что правители их держат под контролем, и в результате этого к где-то 200-му году нашей эры, условно, ну, да, вот, к рубежу первого-второго веков, второго-третьего веков, точнее, настолько ослабевает Каминальд Худик, который до этого был самым мощным политическим центром, что его завоёвывают варвары, которые приходят с севера-запада. Это родственники тоже, так сказать, местных жителей, безусловно, которые, ну, вот, да, они живут в горах, они более воинственны, и вот они в это время захватывают Каминальд Худик, разрушают иероглифические надписи, там, разрушают прежние храмы, создают свой новый порядок. Это очень интересный пример того, как экология оказывает влияние, ну, не совсем на культурную историю в полном смысле, но на политическую историю. Чель-Чуапа Это пример того, как природная катастрофа прекратила активность, так сказать, общины крупной, протогородского центра, и 200-300 лет это место было необитаемым, или почти необитаемым. А разбрелись они оттуда? Они ушли, некоторые считают, что на какие-то прилегающие, так сказать, горные местности, но когда там вот где-то в 5-6 веке появилось население, на месте Чуапа, у них была другая керамика, у них были другие орудия, и вообще облик культуры, которые связывают скорее с северными районами, равнинами, это вот такие потомками, их является майя-черти, так называемая, с территории. И поэтому считают, что возможно, что местные жители настолько ослаблись, там, конечно, они не погибли, они где-то там или далеко мигрировали, или недалеко, но вот эти пришельцы, они смогли свой контроль установить. Это вот пример реальной, который доказан естественными науками и археологией, влияние достаточно сильного и отрицательного природной катастрофы на развитие довольно значительного региона. Но есть пример такой, он небольшой, мини-пример, но полностью совпадает по последствиям с Помпеями, с знаменитым извержением Везуи 79-го года, хорошо описанным плением младшим. Вот, это Сирен, он тоже в Сальвадоре находится, вот, небольшой семидиотический посёлок, возник он где-то там в конце пятого, в конце шестого века до нашей эры, 590-й, 580-й, вот. И несколько десятилетий эти люди прекрасно там обосновались, возделывали массу культур сельскохозяйственных, причём как маис, кукурузу, что для Мезоамерики вообще свойственно, так и больше центрально-американская, южно-американская культура маниок, корнеплод, который по производительности гораздо выше, чем маис. Ну, это разновидность сладкого картофеля. Нет, ботат, это ботат, сладкий картофель – это одно, а это маниок, он более крупный, это клубни такие. Вот, ямс, вот, естественно, кукуруза, фасоль, тыква, вот, и, соответственно, там же где-то, то ли они получали по обмену, то ли сами выращивали, и какао тоже. И вот эти люди впитались очень хорошо, у них очень сбалансированная была диета, и растительная пища, и животная пища, протеин они получали от оленей, черепах и престолодных моллюсков. Там большая река, Бортикат, недалеко. Вот, и это все хозяйство, как говорится, вполне функционировало успешно. И вдруг близлежащий вулкан, лагуна Кальдера называется этот вулкан, в какой-то момент, где-то на рубеже 6-го и 7-го веков, вот точно там, сказать, калиблются ученые, мощное извержение, но оно было узколокальным, несколько квадратных километров вокруг него. И тоже и выброс газов, и пемзы, и пепла был очень интенсивный. Но Сирен оказался вот в эпицентре этого, сказать, события, и там, хотя часть жителей вполне, как говорится, благополучно успела, но вот по старым публикациям одно большое многокомнатное жилище, там нашли в одной комнате, вот как помпеек, там люди забегают, где там им кажется безопаснее, и там их эти газы и прочее. Вот в одном доме там были мужчины, женщины и дети, что-то около десятка скелетов, вот, и они, видимо, вот мгновенная смерть. Большая часть населения все-таки спаслась, они оставили все, что было, вот на месте. И поскольку это засыпано потом было пеплом и потом, значит, вот этой тефрой, во-первых, мы имеем возможность увидеть, как люди жили непосредственно, их узкая, вот такая повседневная жизнь, потому что вся керамика, там, посуда бытовая, которая была, она осталась на месте, некоторые горшки на очагах, обсидиановые лезвия, которыми, ножевидные пластины, которые использовались для того, чтобы резать там, обрезать, все это осталось там, где было, теперь мы знаем, что они хранили их на стропилах, которые, значит, поддерживали крышу, вот там, значит, веревочкой их привязывали, такой, заворачивали в такой, значит, типа свертка, да, и, значит, привязывали наверху, чтобы, ну, не знаю, дети не порезались или что-то. Вот в одном случае их там так и нашли. И что, конечно, очень интересно, были засыпаны также и участки земледельческие посадки. И сначала археологи в своё время наткнулись на поле, на часть поля, значит, где были посадки кукурузы, и они разработали, как же в Помпеях разработали такую более современную методику, они заливают туда такой быстро сокнущий раствор. Значит... В пустоты. Да, в пустоты, поскольку, как и в Помпеях, да, вот, так сказать, органический материал сгорает, и остается такой отпечаток. Туда заливается этот раствор, и сначала был сделан вот срепок с этого куска кукурузного поля очень интересный, а недавно, в прошлом году, они нашли маниоковую как раз, делянку такую, и там тоже очень интересно, настолько был жар сильный, что прогорели вот сами клубни, которые под землёй находятся, и там тоже образовалась пустота, и когда, значит, они залили этот раствор, вытащили, выяснилось, что эти клубни маниоковые, они больше по размерам, чем те клубни, которые сейчас возделываются в Сальвадоре, и на последней конференции, где вот руководитель этого проекта Пейсеншинс выступал, он рассказывал, что к нему обратились из Министерства сельского хозяйства Сальвадора с просьбой дать консультацию. А как же вот, ну, разрешить специалистам из министерства работать с почвами, работать, значит, с материалами, которые археологи добыли, чтобы понять, каким образом эти клубни так выросли, это какая-то разновидность или какие-то удобрения мои использовали, может быть, потому что для Сальвадора проблема плодовольствия стоит до сих пор достаточно остро, и такой вот, такие большие клубни маниока их бы спасли. А клубни действительно очень впечатляющие, они раза в полтора, а то и в два больше, чем то, что мы видим обычно. Помимо этих моментов керамики были найдены некоторые сосуды крышками, которые были закрыты, но в которых внутри сохранилось содержимое, да, что хранили, там, в одном случае это семена, которые были собраны, в другом случае орехи, всё это дало возможность определить, что извержение произошло где-то в конце июля, начале августа, вот примерно в это время, летом, потому что, ну, вот какие-то растения, которые не созрели, какие-то уже семена есть, каких-то нету. И видно, что, конечно, использовали вообще всё, что только можно, абсолютно, от дикорастущих до культурных, и это уникальный памятник, такого больше нету. Да, заметно изменили мы точку зрения, потому что раньше точка зрения какая. Вот общество майя, верхние эстраты, эти слои, аристократия, жрецы, они получали все удовольствие от жизни, у них особое питание было, вот они какао пили, мясо оленя ели и так далее. И в низы кукуруза, фасоль, тыква, растительная пища. Вот, ну, индюков ещё кое-где разводили, и собак мясных. А здесь вот маленькая деревушка, во-первых, разнообразие всяких сельскохозяйственных культур, во-вторых, вот их диета, питание состоялось из очень сбалансированных, так сказать, составных частей. И протеин в виде моллюсков, там мясо, черепаха, мясо оленя, черепаха и так далее. Это нашли тоже входит. Да, ну, кости нашли, конечно, да. И поэтому, да, и уровень жизни считалось, что расписная керамика полихромная, это только вот высокие, так сказать, люди там. Ну, там, конечно, не такая, но не такая. Но всё равно, не грубые горшки же там стояли, а были найдены и буханая бытовая посуда, и в то же время какая-то более высокого качества. Но при этом эта керамика полихромная производилась не в самом деревне. Ну, по-естественному. Она, да, производилась в другом месте, и, по-видимому, они ходили на рынок, её обменивали, там неподалёку небольшой городской центр был, вот в соседней небольшой долине. И, судя по всему, там это всё обменивалось, и центр производства, наверное, был там. А вот что использовалось? Такие зажимточные крестьяне были, хуторяне, хириняне. Ну, кстати, в Белизе тоже, в Бартон-Рамье и прочее подтверждали, что не такие они были убогие, забитые и нищие, потому что там находили какие-то нефритовые вещи в хижинах сельскохозяйственных. Здесь, правда, все время, что они пришли в ту долину, которая из-за ещё извержения Чельчуапы не была засорена. Да-да-да, и Лапанга ещё извержена. Но там было не так много жителей вокруг. Ну, тут, наверное, надо ещё один момент прояснить. Это какова была природная среда. Вот усилённый пункт в джунглях. То есть, либо выжгли, либо вырубили. Ну, как бы окружающая среда, она такая. Не такая, как вот на равнинной зоне, где тропические леса, сельва, это всё-таки горная и вулканическая. Там пепел предыдущих... Это такая горная долина, скорее, субтропический. Да, предыдущих извержений. Он же через десятилетия, столетия разлагается, и получается очень плодородная почва. Нет, что я хочу сказать. А растительность была, конечно. Да. Вот засыпало их город или деревню. Да. Куда-то надо идти. Да. Идти через джунгли, через... Ну, там не совсем джунгли, кустарник-то был, и... Ну, через кустарники. Уходить надо, да. И куда-то уходить, и обустраиваться. Да. Вот... Но вот эта деревушка, Сырен, она в эпицентре извержений, которое примерно несколько квадратных километров. Это совсем ничтожное. Поэтому им было недалеко уходить, если там были свободные земли. Куда они ушли, мы, к сожалению, не знаем. Не знаем, но... Толгость-то на рабочие руки любому правителю местному пригодятся, поселил их у себя. Тем более, если они потеряли свою землю, это даже лучше, потому что они становятся, так сказать, независимыми, да, зависимыми людьми, и это великое дело, их можно эксплуатировать. Община им уже свой надел не даст, они уже будут обработать чужие. Конечно. Вот мы видим два примера катастроф. Одна большого масштаба прекратила развитие цивилизации на довольно большинственной территории Южной области Мая, а другая мини-катастрофа, когда деревушка погибла, жители ушли и так далее. Но были примеры не только у Мая. Вот если мы долину Мехико возьмем, то там параллельно развитие с территорией Мая шло, и цивилизация Теотиуакана, знаменитые пирамиды недалеко от Мехико, она появилась в долине Мехико, где-то на рубеже нашей эры, то есть примерно так же, как классическая цивилизация Мая. Теотиукан, город в Древней Мексике, один из крупных центров раннеклассового общества в долине Мехико, возник во II веке до н.э. Культура Теотиукана оказала главенствующее влияние на культуру других народов Мексики и Гватемалы. В середине VII века н.э. в результате нашествия племен севера Теотиукан был разгромлен и сожжен. В астерское время около развалин Теотиукана было лишь небольшое поселение. Площадь развалин Теотиукана свыше 15 квадратных километров. Именно здесь находятся знаменитые пирамиды Луны, храм земледелия и пирамида Солнца. До этого события были таковы. Ну, представим себе долину Мехико. Это 160, 12 километров в длину и 60 с чем-то в ширину. И Теотиукан на севере долины, а такой был населенный пункт Куикуилька. Он сейчас в зону ходит Большого Мехико. Он находился на юге. И причем развитие его ушло гораздо интенсивнее. И еще в начале 20-х годов прошлого века такой археолог американский, больше любитель, но тоже ничего, заслуги у него есть перед археологией Америки. Это Байрон Кэммингс из Аризонского университета. Он давно обращал внимание, когда приезжал в долину Мехико, на какой-то холм, который коническую форму имел. И его подножье было залито окаменевшей лавой. И Байрон Кэммингс, ничтоже сумняшся, чтобы изучить этот памятник, взрывал динамитом этот панцирь, который вокруг этого самого сооружения. Там панцирь или базальт? Это лава. Лава. Лава вулканическая. Ну, похожая на базальт. И, в общем, он освободил, расчистил. И получилось 24-метровое сооружение из нескольких этих самых ступеней, круглой по форме. И на вершине остатки святилища или алтаря. Причем в красный цвет покрашенного. Даже цвет сохранил. Ну, кое-где там на одобах этих самых сердцовых кирпичах наверху святилища. И после датировок сначала там геологи, когда он спросил, ведь извержение это накрыло, так называемый, педрегаль. Это 20-метровый слой лавы, который большую часть юга долины мягко покрывал. Он к геологам обращается, говорит, ну, вам же чего стоит геологическую трубку. И геолог ему сказал, это от двух до шести тысяч лет назад произошло. Хороший разборок. От двух тысяч это почти угадал. Это рубеж нашей эры получался. Ну, он, естественно, это самое, расстроился. А потом уже в 60-е годы там велись раскопки. И радиокарбоном и прочими средствами было доказано, что эта культура переходная от ранне земледельческого еще уровня к цивилизации. Еще не было у них ни письменности, ничего, но были уже крупные ритуальные сооружения. Какой-то, пускай, уровень уже социальной стратификации появился. Ну, это было поселение, оценивают там по разведке. Это городское, да. Где-то до десяти тысяч человек там. Да, но это очень большое. Это город, да. Это, в общем... И вдруг, в один прекрасный день, значит, вулкан Шитли, он небольшой, сейчас и до сих пор потухший, с тех пор, по-моему, он разразился и затопил всю южную часть долины Мехико вот огромным слоем лавы, ну, естественно, и пепел был, и все прочие, пемзы. Но жители, естественно, успели уйти, там такой катастрофы, как в Помпеях, не было. И они, видимо, ушли на север долины, где вот родственный, но конкурирующий центр Тиуакан. И почему-то вот с этого момента Тиуакан вдруг делает резкое такое ускорение. И пирамиды эти вот гигантские, они строятся именно тогда. Центральная Мексика – это сама по себе, это зона активной сейсмической деятельности. И вот там именно в эти все пять солнц, пять периодов, каждый из которых заканчивается катастрофой. Потому что это в природном отношении, потопы и так далее. В природном отношении, значит, на плоскогорьях, на горных, днём жара, а ночью замерзает вода. Значит, если ты спускаешься в долину, там тропические, субтропические культуры и климат, и всё, окружение. Вот, змей полно. То есть, вот мы когда про ацтеков говорили, на территории теперешнего Мехика была зона, куда этих самых ацтеков выгнал правитель, значит, Коюакан. И он сказал, змей их там пожрут, потому что это страна змей. Ну, получилось всё наоборот. Скорпионы, хищники всевозможные. И буквально как они нажерли вулкана местные жители. Естественно, что у них это нашло и в религии, и в мифологии отражения и так далее. И, соответственно, то, что ацтеки получили, это опыт десятков поколений предыдущих, которые страдали от этого всего. Но, с другой стороны, в этих же районах, когда проходит от нескольких десятилетий до нескольких веков, этот пепел, он становится плодороднейшей почвой, и там всё в гомерических масштабах начинает произрастать. И естественная растительность, и культуры все эти возделаны. Если мы к майя вернёмся, то несколько десятилетий назад мы полагали, что очаг культуры майя высокой, цивилизации уже, это горная Гватемала, потом потихонечку они начинают оказывать влияние, текают ранние постройки, и потом уже центр цивилизации, такой фокус смещается в низменности. Теперь мы знаем, что это всё-таки не так, и что последние находки, начиная с 80-х годов, показали, что и в центральной области, в этих тропических районах... Эль-Мирадор. Нагбе два самых известных на данный момент, самых крупных города. Эль-Мирадор это вообще уникальное такое место, потому что там находятся самые большие пирамиды майя за всю их историю. Раскопанные. Их копают сейчас до сих пор. Общий комплекс Данто, знаменитый, который составляет восточную группу Эль-Мирадори, цереминиальную, он строился на вершине холма, естественно. И укреплённый. Ранний город, но укреплённый. Но в общей сложности высота всего этого комплекса 72 метра. И его объём строительства больше, чем все последующие пирамиды майяские текали во всех крупных городах. А как она построена? Вот та пирамида, которую откопали в 20-х годах, вот эта вот крупная... Она построена из адобов, это сердцового кирпича, и облицована рваным камнем. Нет, мы её строили не из кирпича сердца, они строили камни, ну это там технология была. Щебёнка, и сверху плитами облицованы. То есть, насыпной способ, а потом облицовка сверху. Ну, не совсем насыпной, они строили вот Эльмирадор, на ЭКБЭ, там технология была разработана, они строили секциями. Вот строится такая прямоугольная секция из каменных блоков, она внутрь засыпается как раз щебёнкой, землёй, сверху перекрывается. И звездовый раствор очень важный. Сверху перекрывается, и потом следующая достраивается секция, следующая, следующая, следующая. Вот создаётся таким образом общий каркас, и потом уже потом он облицовывается, и сверху всё это покрывается вот штуком, на основе извести, аналог нашей штукатурки. И потом раскрашивается. А Эльмирадор, его бросили? Вот Эльмирадор, как раз Эльмирадор, это и Нагбэ, вот, так сказать, памятник чуть более ранний, чем Эльмирадор, где строительство начинается раньше, ещё, наверное, веке в пятом до нашей эры. Эльмирадор чуть позже, и он потом затмевает Нагбэ. Это как раз очень интересный случай тоже одного из первых кризисов развития цивилизации майя, по поводу которого сейчас, как раз, исследователи ведут активные дискуссии. Расцвет Эльмирадора начинается в третьем веке, ну, наверное, в конце третьего, начале второго века до нашей эры. Мы там имеем ранние тоже памятники с письменностью, одна из стел Эльмирадора. Они, стелы, все были, так сказать, разрушены, но вот одна из них сохранила эроглифические знаки. Там совершенно потрясающие маски скульптурные, которые оформляли эти храмы, изображающие там божеств и других сверхъестественных существ. Но приблизительно в середине второго века нашей эльмирадор оставляется, забрасывается. И там жизнь теплится, но вот именно что теплится. Там вот на этих прежде, в некоторых случаях, в этих цереминиальных комплексах, на платформах, которые составляет комплекс Данте, люди строят свои жилища, живут. И очень хорошо видно, что середина второго века это тот барьер, который эльмирадор не пережил. И кроме эльмирадора, вот на ГД тоже самое он оставляется, и ряд еще городов по всем этим низменностям, центров по всем низменностям майя тоже оставляются в это время. И когда это стало ясно, я написал вопрос, что мы имеем дело. Мы имеем дело с таким, так сказать, коллапсом классического периода, первым кризисом, и с чем он связан. И вот тут началась дискуссия, которая во многом копирует ту дискуссию, которая велась в кризисе классической цивилизации на рубеже первого-второго, в конце первого тысячелетия нашей эры. Потому что пошли те же самые идеи, что там было, заболевания, засухи. Эпидемия и болезни. Эпидемия и болезни. Чем называют малярией, желтую лихорадку. Это вообще европейцы принесли в Новый Свет, там не было этого. Про эпидемии и болезни, конечно, нет. Вот сейчас наиболее, пожалуй, среди археологов распространенная версия, что это связано с засухой. Потому что очень много данных палеоклиматических, там вот отложения донные в озерах, в прудах и во всех возможных водоемах. Сейчас новые появились там по накоплению колец на сталактитах в Белизе, тоже они дают возможность определять влажность. Вот на это время, где-то второй век нашей эры приходится пик усыхания. То есть, экологическое распространение. Да, и исследователи полагают, что главным была экология, хотя тут же возникает вопрос, почему Тикаль, которая находится буквально в нескольких, около 100 километров к югу, Тикаль и Вашаптун, наоборот, в это время начинают с выродки. И там озёр и рек нет. Да. Значит, как раз наоборот, в Тикаль и Вашаптуне всё гораздо сложнее, потому что Эльмирадор располагался рядом с вот таким полуболотом Бахо, который называется сезонным, и там возможностей как раз накопления воды было больше. А в Тикаль ничего такого нет. Но в Тикале мы никаких следов упадка не видим, в Вашаптуне, а в Вашаптуне, наоборот, начинают строиться сводчатые дворцы первые, начинается всплеск. Поэтому с экологическими объяснениями всегда... Ненадёжные. Да, они не то, что ненадёжные. Но потом надо помнить, что территория Майя, я уже говорил, вот три области крупных географических, да, она так разнообразна, там и микрозоны всевозможные, там одно дело вокруг озера Петен и Ца, огромное пресноводное озеро в самом центре, вот, где классическая цивилизация. И там жизнь продолжалась до нашей эры, и до Кортес обнаружил государство Майя Ицев, и его завоевали в конце 17 века. Пётр Первый уже на зов похода совершал, а испанцы сегодня как не могли последнее независимое государство Майя завоевать. И что оно собой представляло? Представляло вполне копирующую, как в древности, значит, правящую династию, канеков, так называемое, это такое имя династическое. Вот. Религия, которая много позаимствовала, это уже майя-тальтекского такого пошиба культуры была, где жертвоприношение, так сказать, на алтаре там вырезали сердца. В 17 веке. Ну, они же существовали и в 16 веке, когда Кортес он посещал. Вот. У них были каменные храмы и дворцы, и жилища вполне на острове Таясаль. Столица находилась на большом острове посреди этого вот пресноводного озера. Ну, конечно, сложно сравнить вот этот Таясаль, да, уж там, скажем, с тысячелетней давности Текаля. Ну, понятно, он более культуры в классический период был намного выше. И даже по сравнению с северо-юкатанскими городами, всё-таки Таясаль не настолько крупный, но всё равно. А что очень важно для этого кризиса до классического второго века, когда приходит упадок Лимирадор, очень интересно, что по разным тоже памятникам видно, что усиливаются войны в это время. Вот это вторая идея, которая, скорее, менее распространена, чем логическое объяснение, такая политическая. Потому что начинают строиться стены вокруг центров. Ну, в Лимирадоре стена была построена достаточно давно, это вообще очень мощное укрепление, совершенно потрясающее, там с контрфорсами даже определённого уровня. А в некоторых других городах, в долине реки Халмуль, Сиваль, это центр, который процветает, и вдруг неожиданно, вот где-то во втором веке нашей эры, значит, вокруг него строится такая кольцевая стена, перекрывая некоторые ранее существовавшие жилые комплексы. Крах земледелия, это морли, так сказать, гипотеза, что они выжгли все леса, а травянистые саванны, которые якобы заменили эти леса, они этими орудиями, палка-копалка и каменный топор, они не могли, так сказать, уже возделывать, и вот крак земледелия. И связанные с ним все события, голод там. Ну, тогда должны были, по идее, вымереть все. Ну, а там города каждые 15-20 километров крупный центр с многотысячным населением. Потом Эрик Томпсон, это вот противник Юрия Валентиновича, прям до фанатизма его злоба, что у нас тут и шифровали письменный смай в Советском Союзе, коммунист Кнорозов, который никогда не был коммунистом. Вот. Он считал, что социальные срывы, внутренние потрясения, что так эксплуатировало знать вот этих бедных общинников, и мы там и храмы строите, и дороги, и дань платите. И вот они так доэксплуатировали, этих бедных крестьян, что они восстали. И чем доказывается? Во-первых, недостроенные там храмы, в эти дни стоят. И плюс разбиты лики у правителей и богов, которые на стеллах алтарях. Ну, потом, значит, в результате было доказано, что это обряд, он весь классический период существовал. Когда какое-то время отстоит стелла, её разбивают ритуально, и захоранивают, и продолжают ей поклоняться. Там под каждой стеллой алтарём сделаны такие, значит, помещения, тайнички, ямы, облицованный камень, куда кладут всевозможные дары. Вот это, значит, это самое. Ну, про военную... Да, ну, нет, на самом деле, да, идея о том, что междоусобные войны в каких-то случаях она верна, потому что вот по отдельным примерам и археологические, и письменные данные показывают, что так оно и действительно было. Недавно родилась такая идея, что настолько эти войны были интенсивные, что они, так сказать, подорвали мощь вот этих крупных государств, и они уже ослаблены настолько, что не могли сопротивляться, не могли контролировать своих вассалов многочисленных. Но здесь тоже сложно, потому что самое такое масштабное между ними столкновение пришлось на конец 7-го и до 30-х годов 8-го века, и после этого, ну, почти 100 лет ещё майярская культура в центральной части живёт. Текали последние стеллы с датой, 869-й год. В некоторых случаях мы видим, вот действительно, что какой-то город в начале 9-го века, вот его побеждают соседи. Вот на западе области майя Пьедрос-Негрос, его действительно захватили, его враги из Яшчелана, извечные враги, многолетние. И в Яшчелане написано про то, что они захватили царя, а в Пьедрос-Негрос мы видим следы пожаров, разрушений. И после этого действительно там уничтожается царский двор, уничтожается царская династия. Люди-то остаются жить, но уже видно, что город постепенно приходит в упадок и оставляется. Сам Яшчелан ненадолго пережил. Мы не знаем кто, но его тоже захватили враги. И раскопки мексиканских археологов под руководством японца Акира Конеко показали, что там очень интересно, там один из Акрополей на холме расположен, и там лежат наконечники дротиков рядами по уровням. Первый уровень наконечники дротиков направлены снизу вверх. Следующий уровень опять. То есть, кто-то снизу забрасывал скопи металлок, защитников, которые оборонялись. Причём это уже не майя. Нет, причём майя в это время их исходили. Да, это центрально-мексиканская. Это наконечники майянские совершенно, они не центрально-мексиканского типа. Кто захватил, не знаем. Вот видно, что в каких случаях это действительно были реальные междоусобные войны. Но с другой стороны, такие случаи мы знаем и раньше, в 7 веке и в 6. И это не заканчивалось вот общим коллапсом. Ну да, потому что если взять любую другую территорию, будь то Европа, Азия, Юго-Восточная Азия, Китай, ну не происходило вот такого тотального опустошения. Вот взяли и ушли куда-то. Или всех взяли и угнали. Или всех взяли и перебили. Да. Что-то вот тут не очень срастается. Гипотетически можно сказать, что была некая катастрофа, но природа этой катастрофы совершенно точно установить по сей день не удалось. Ну, есть все-таки какие-то наметки. Я считаю, что вот вторжение чужеземное в несколько волн. Чужеземное тут в кавычках. Почему? Потому что, ну, про Тиуакан мы говорили, что вот он горных майя завоевал, да и втекали правители. Да, завоевал, несомненно. Вот, причем тогда у майя не было атлов этих копиеметалок и дротиков, а как раз показан этот правительство Тиуакана с этим вооружением. И в главных уборах соответствующих центрально-мексиканских. Вот. Но погиб Тиуакан сам в седьмом веке, а кризис начался в конце восьмого, девятого, десятом веках. Так? Раз. Это первое. Второе. Тальтекское завоевание, но оно в конце десятого века произошло. И мы знаем, что Юкатан, да, захвачен, и там столица Чеченыца, столица вот этого, моего итальтекского царства, оно копировало Тулу-Таллан, так сказать, по многим параметрам. Вот. Так что тоже. А что же вот именно когда кризис-то этот самый разразился? Вот. Какие-то наметки, раскопки, когда стали широкие проводиться, вот, всей Бали, Алтар де Сакрифисиус, вот, наметки в том, что какая-то инородная культура вторгается. И она проявляется в тонкой оранжевой керамике, в терракоте, скорее, центрально-мексиканских типов. И потом вдруг стали появляться знаменитые каменные изделия топоры и ярма, как их называют. Ну, ярма – это как хомут, похоже. Это ритуальные, как считали, для игры в мяч, тлачли эти самые. А вот топоры, ачас – это обычно какое-то скульптурное изображение, и край его профиль. И эти изделия изготовлялись на берегу Мексиканского залива в культуре эль-Тахина, так называемого, который испытывал огромное влияние вот Теотиоакана и Центральной Мексики. И вот проследили потом эту цепочку, дотекали отключительно, и там и в Южчелане, и в Пьедроснегрсах находили этот комплекс вещей. А в Сейбале там вообще синкретическая культура, то есть завоеватели пришли, но и майя там остались. Поэтому возводили стелы, значит, там иероглифика майя вся была, а изображали персонажей, которые там абсолютно не майяску, типа, там в носу вот эти палочки костяные, что у майя никогда не было. Значит, головные уборы, появились какие-то круглые каменные здания, которые для майя не были раньше характерны. А вот в Чеченце знаменитый Караколь, это обсерватория астрономическая. И таким образом, вроде бы, вот, нащупали, как раз время, когда они пришли, 830-е, 900-е, начало каких-то. То же самое в алтарной сакрефисии, с начала 9-го века и до 10-го. Вот. Ну вот тут... А тут началась проблема, потому что, когда наконец стали читать надписи эроглифические, выяснилось, что в Сейбале эти люди, вот этот правитель чужеземный первый, пришел с востока, из Белизии. А не с запада. Да, причем он себя называет западный повелитель, да, у него титул такой, с Ким Калонте. Но пришел он с востока, из Уканаля, это вот на границе с Белизом. Как они попали на восток? Совершенно непонятно. Короче говоря, майя сталкивались с проблемами природными, экологическими, рукотворными. С социальными. И враги внешние и внутренние. Да, в общем, по-всякому, катастрофы были самых разных сортов и мастей. Но ответа однозначно, почему... То есть, из пор нет. Непонятно. Если они построили город, храмовые комплексы, жили себе, не тужили, и вдруг взять и уйти. Я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok